Как отмечают специалисты, из-за особенностей рельефа местности вся вода, поступающая с территории соседних с городом муниципалитетов, устремляется в ручей Подгорный. Для контроля уровня воды в ручье были выставлены гидропосты. Мониторинг уровня воды в водоемах начал вестись с середины марта. В начале апреля он находился на уровне 1 метра 20 сантиметров. Данная отметка, как отмечают специалисты, не критична. Подтопление домовладения начинается при отметке выше 1,5 метра. Резкое повышение температуры послужило сигналом к объявлению с 5 апреля на территории города режима повышенной готовности. Подъем воды в ручье Подгорный стал фиксироваться 7 апреля после полудня. К вечеру он достиг отметки 2 метров. Вода подошла вплотную к ряду домовладений жителей, расположенных вблизи ручья и отводного канала по улице Придорожная. «Сегодня мы можем констатировать, что затопления пока нет, имеется подтопление домов. Все службы мобилизованы, в том числе и специальная техника, задействованы специальные службы, задействованы лодки, которые сегодня плавают и сегодня предлагается в случае необходимости оказание всей необходимой помощи, в том числе и медицинской. Развернутый пункт приема граждан в случае необходимости, организовано уже горячее питание. Но мы надеемся, что все принятые меры, в том числе и по расчистке лотков, и по расчистке труб, сегодня помогут справиться нам с этой водой. «Уровень воды в ручье Подгорный контролируется. Сейчас он приблизился к 2 метрам. За последний час повысился на 5 сантиметров. Это уровень критичный. Уже при дальнейшем повышении уровня воды это уже приведет к затоплению домов. Но мы надеемся, что уровень остановится. И по нашим прогнозам после 11 вечера будет снижение». Двое из жителей улицы Курганская воспользовались для эвакуации, помощи спецслужб. Остальные либо заблаговременно покинули жилища, либо остались в домах, так как подтоплены были только дворовые территории или же небольшая часть фундамента. Глава города с момента начала разлива ручья Подгорный объехал все зоны возможного подтопления, координировал работу служб, общался с жителями. «Необходимо, мы готовы. У нас уже разводный год, мы начинали, питание». «Да я это самое, я здесь не живу. Я живу для квартир на рабочем. А здесь у меня дома, у меня здесь скотина. Мне вот сейчас там вопрос нет. Я пережила, что другое будет, и они у меня подняты там в высоту. «Ну вы знаете, что можете. У нас здесь у меня есть печечка в воздухе. Вы можете туда замолить, они знают подъем уровень воды». Инженерно-спасательное формирование, пожарные, медики, полиция находились на постоянном дежурстве на двух мостах на улицах Набережная и Шесейная. В районе моста на улице Шесейная у маслозавода сотрудники облагоустройства приняли меры по перекрытию водоотводных лотков, чтобы отрезать путь воды из ручья на рядом расположенной улице. К 23 часам уровень подъема воды замедлился и пошел на обль. В городе продолжается мониторинг уровня водоемов, в том числе на реке Ворона, куда прибывают воды из соседних с городом территорий Инжавинского и Кирсановского районов. Галина Зайцева, Виктор Викторов. Наш город.